Имя Прада одно из самых влиятельных в мире моды. История дома началась в 1913 году в Милане, когда Марио Прада открыл собственный магазин по продаже дорогих дорожных сумок. В 79-м руководство компании приняло внучка основателя марки. И только спустя 10 лет мир увидел первую коллекцию одежды прет-а-порте. Характерной чертой дома Прада является стиль минимализм, простые формы без драпировок и четкие прямые линии кроя. Лаконичность в цвете – еще одна характерная черта стиля Прада. Доминируют черный, серый и белый цвета. А если и появляются яркие оттенки, то в очень дозированном количестве. Коллекция 2010 года явное тому подтверждение. Центральной темой коллекции являются четкие линии. Это хорошо видно в геометрически ровных моделях пальто и жакетов с укороченными рукавами из плотного шелка микада с необработанными краями серебристых металлических оттенков. Альтернативой серому цвету могут послужить яркие летние оттенки золотистые, бирюзовые, малиновые и фиолетовые. Другой тенденцией коллекции весна-лето Прада являются укороченные бриджи, обтягивающие. Они могут быть с трикотажными или кожаными вставками в сочетании с топами необычной формы и с укороченными жакетами полировок, также с необработанными краями. Узнаваемый принт коллекции Прада сделан на японском побережье. Пальмы, зонтики и отдыхающие туристы напоминают ретро-снимки. Дизайнер наносит эти принты на платья, летние тренчи и шорты. Ну и цветочный мотив. Ведущий тренд этого лета также представлен в коллекции Прада. Цветочный принт представлен в виде крупных цветов. Это сочетание бежевого и синего, черного и белого, золотистого и серого. А эти ткани из круизной коллекции Прада. В его основе тенденции 20-х годов прошлого века. Моделям характерны несвойственные мяучи, насыщенная цветовая гамма, утонченные узоры и силуэты с присутствием драпировок и бесформенных бантов завязок. Впрочем, это еще раз подтверждает, что не бывает правил без исключения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...